Доброго времени суток YouTube, уважаемые психологические комьюнити. И мы снова с вами находимся в программе АЗСПЕКТР, автоматизированное заключение спектр в разделе номер 1, блок, вернее 1, раздел номер 2. Вот здесь вот это прописано. Блок 1, описательная характеристика поведения, работы обследуемого, психологическая характеристика поведения обследуемого. И соответственно, то о чем я говорил в предыдущих видео, здесь очень четко и понятно прописаны те возможные, стандартные, подчеркну это слово, характеристики поведения и работы обследуемого лица, когда вы проводите экспериментальное психологическое исследование. Особенностью этих фраз является то, что психолог может выбрать их последовательность. Смотрите, как это происходит. Если мы нажмем, предположим, вот здесь вот, проявляет озабоченность своим социальным статусом. Ну, к примеру, да, то есть человек садится, начинает вам что-то рассказывать, вы записываете все это в протоколе индивидуальной беседы, потом открываете АЗСПЕКТР, начинаете формировать заключение. Сформировали первый, второй блок, перешли к третьему и соответственно вы описываете то, как он себя ведет. Какие-то основные характеристики высказывания, манеру поведения и так далее, и так далее, и так далее. Здесь сформированы те фразы, которыми мы пользуемся непосредственно в своей работе. Вот эти фразы стандарт, они проявляются и появляются буквально в каждом заключении, которое пишет психолог. Человек выбирает, допустим, выраженные, специалист выбирает выраженные вегетативные проявления, то есть гиперемия лица, покраснение кожи и так далее. Если вот это считается специалистом важным и первостепенным, он ставит галочку вот сюда. Затем он может, допустим, выбрать, имеет активную личностную позицию. Такой возбужденный пациент, он весь такой, весь из себя, активно что-то высказывает, высказывает характеристики себя, окружающей какой-то действительности, дает кому-то оценки и так далее, и так далее, и так далее. В том документе, который появится в итоге, по автоматизированному заключению, эти выражения будут предъявлены в том порядке, в котором их выбирает специалист в данной программе. Ну, то есть, как правило, вот у меня стандартное заключение, оно начинается примерно следующим образом. Они здесь как бы проранжированы. Сведения о себе сообщают в полном объеме. В целом, обращают на себя внимание. Характерен высокий уровень внутреннего напряжения. Отмечается проявление аутичности. Проявляет некоторую замкнутость. Характерны проявления интровертированности. Наряду с этим, имеет высокий уровень притязаний. Социальная адаптация затруднена, тем не менее. Проявляет социальную дезадаптированность. Сформированность и структурированность мотивационной сферы и морально-нравственных критерий достаточно. Суждения и высказывания содержательные, качественные и глубокие. Вот я проставил эти галочки в заключении, в итоговом, в экселевском файле, который можно распечатать. Это будет отражено именно в той последовательности, в которой я проставлял галочки. Обратите внимание, можно выбрать какое-то другое описание поведения работы пациента. Ну, предположим, там. Обращает на себя внимание. Таким образом. Собственно, вот это блок описательный. Чем шире и доскональнее человек описывает, специалист имеется ввиду, описывает сидящего напротив него пациента, тем лучше. Вот таким вот образом выглядит блок номер два. Тут мало что можно сказать. Вот эти характеристики, они моментально запоминаются. Они входят в плоти кровь специалиста. Если до того, как он столкнулся с этим автоматизированным заключением спектр, он писал эти заключения, эти характеристики, они у него от зубов отскакивают, как правило, в большинстве случаев. Все равно идет как бы описательный некий стандарт. То есть специалист обучается, набирается опыта, психолог. И, соответственно, он формирует для себя некий шаблон, образец. Он в любом случае у него складывается в голове, этот шаблон. И вот этот шаблон, который сложился у меня, у моих специалистов, мы попытались формализовать вот в таком виде. Не надо все это прописывать, писать ручками. Представляете, вот вы, если будете писать там, да, в целом обращает на себя внимание. Характерен высокий уровень внутреннего напряжения. Отмечается проявление утичности, проявляет некоторую замкнутость поведений и так далее, и так далее, и так далее. Это занимает очень-очень-очень много времени. Прощелкали, проставили галочки, дописали здесь то, что вам хочется, то, что требуется. И поле это неограничено. Можно писать, писать и писать сколько угодно. Потом нажали кнопочку распечатать и у вас все это появилось. То есть заполнили автоматизированное заключение. И ничто вам в дальнейшем не мешает, после того, как вы получите уже экселевский файл с формированным азе спектр, вы можете его скорректировать любым удобным вам образом. Допустим, выраженная ипохондричность. Может психолог это выбрать, а потом в дальнейшем дописать. Дописать, наблюдается выраженная ипохондричность. То есть добавить к слову выраженная ипохондричность, добавить слово наблюдается, к примеру, да, как простой самый пример. Ну вот, собственно, все, что я хотел показать по этому блоку. Это будет вот одно такое видео. Я дальше сейчас пойду рассказывать вам в следующих видео о других блоках автоматизированного заключения спектра. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok